Медицинский суд, иншее вызначение тому, что отбылось с Жихаркой Калинковича у Юлии Ягур, подобрать не отрымливается. Девчина отрымала складанную травму позвоночника. По всех предметах повинна была провести дальнейшее житие у инвалидной колясцы. А яна устала на ноги и навод народила дитя. Подробности крональной и незвычайной истории в сюжете Марины Джалой. Журналисты пришли у нейрохирургичное отделение Гомельско-областной клиничной больницы не только с профессийной цикавостью, а и с простой человечей. То, что в чакании приезда Юлии Ягур распавел загадчик отделения Сергея Кириленко, саправды уразила. 29-годовый Жихарка Калинковича у заняшасного выпадку взломала позвоночник. Сергей Кириленко по экстренным выклику с допомогой санитарной авиации одразу накировался у райцентр. Тоя, у яким стане, находилась потерпелая, не давала оптимистичного прогнозу. Им гненно провели операцию. Урач каже, что и она не уникальная, просто зарабили вельми худко. Кожная хвилина тут житево важная. Потом для Юлии, яка на той момент была мать и трех детей, почался складанный покутливый шлях реабилитации. Марой было сдолить крыху ходить с допомогой помощников, бо самостоянная рухаца отрымливалась только на инвалидном кресле. Потом Сергей Кириленко на год стратил свою пациентку с поля зроку. Отрымал от ее въездки летость напроконцы студеня. Юлия была на девятый месяц тяжарности и цикавилась, если можно ее и рожать самой, альбо треба робить кесарого сечения. Як могло отбыться, что женщина с такой тяжкой травмой снова почала ходить и навод выносила дитя? Нейрохирург не мог поверить у такий счастливый финал. Али просты день Юлия народила дачку Софью. Операция не спотребилась, а девчонка сиявилась на свет здоровой. Случаи достаточно редкие при таком повреждении позвоночника и спинного мозга. И это больше всего удивляет и радует меня. Потому что, как мне думается, если в судьбе хирурга будет хотя бы один такой случай, то, в общем-то, я в хирургической профессии состоялся. Юлия Саромица – такой пильный уваги журналистов. Бо все ее житёг – это далекий от публичности, что дённый клопот. Праца и хатные обовязки. Усё, як у большинства семья. А потом здарылся несчастный выпадок. Трое маленьких детей у семьи, а мати – прикованные до ложку. Допамагали муж и родня. А девчина старанно выконывала парады у радшоу. И у весь шанс верила, что обовязково пойдя по родных стежках своими ногами. Было настроено то, что я выношу. То, что родить сама я смогу то, как бы не было. Мне как бы и подготавливали сначала лобеременность к кесарево сечению. И отправили в Гомель сюда, в родильное отделение. И как бы я ехала сюда на кесарево сечение. Но так получилось, что я родила сама, без кесарева. А ворочи вообще гинеколог не подтверждали, что вам опасно? У нас Калинковича как бы нет. Здесь было немножко, да, были, когда приезжал Гомель, говорили, что может быть что-то, где-то какое-то осложнение, нагрузка может быть. Натхненные медицинским судом, журналисты завершали сдымки, отключали диктофоны и зачиняли блокноты. Обдумывали сюжетные линии репортажа и уже развитывались из медперсонала. И тут до нас подошла пациентка, представилась Марина и Вильме попросила дать ей слово. Мы не отмовили. Зараз женщине без месяца 50. Яна матья четверых детей. 11 годов тому перестали слухаться руки и ноги. Да урача исти боялась. Свою будущую бачила прикованной до инвалидного кресла. За эти годы прошла просто 4 операции. Усе у областной больницы. Сподяется, что это была опошней. То, как добро зараз себя чувствовать, так само лечить судом. Судом, сделанным профессионалами. Сама воспитывала детей и шла на две работы. Вот так вот и получилось. Перестали двигаться руки толком, ноги толком двигаться. Попала в нейрохирургию. Тут очень хорошие, замечательные врачи. Кириленко, Сергей Иванович, Гуринович, Андрей Васильевич, Владимир Владимирович Рожин. Они мне все на ноги поставили. Они мне сразу сказали, что все будет хорошо, будете ходить. И это уже четвертый раз, который они мне металлоконструкцию поставили. И все, я двигаю руками, ногами хожу. Я жить хочу. И поэтому даже не хватает слов благодарности, как я этим врачам благодарна. Я стала жить. Нейрохирургичное отделение номер 2 областной больницы открыли меньше к 3 годы тому, что уход тут проводят каля 650 операций. Прикладно 25-30 пациентов утрапляют сюды с пероломами позвоночника. Марина Джалая, Андрей Иванов, Телера, Деокампания «Гумель».